так добрый день и добрый вечер уже мы скоро будем починать и наша спелкувание с вами я думаю что сейчас соберете людей и мы будем поделиться так сейчас такое время что так друзья сейчас будем начинать значит хорошо всех вас витаю дорогие друзья братья и сестры всех для течения благодаря богу что господь дал нам змогу и сегодня 7 грудня 24 уроку я хотел бы поделиться немножко своими соображениями по поводу сегодня нагадаю что всем грудно это не просто випадковый день для нас для меня особенно и для всех вермин справа тому что ревна 36 дороги в тому 7 грудня 288 уроки в армении стало жахливое землетрясение землетрусики зруйнувало всю страну всю республику это было 1241 по местному времени и дуже багато людей загинули это здесь было 25 тысяч людей и ки загинули это великое количество людей здесь 140 тысяч статистика 140 тысяч людей стали инвалидами и дальше 500 тысяч людей люди которые просто оказались без пречи дома остались бездомными и они раскидались по всему союзу еще тогдашнее время когда был советский союз тогда люди раскидались по всему союзу и я в том числе опьянився в украине армении тогда страдала 20 21 города города это такие города как ленинган кировок это большие были города 350 соль сел древняя и 50 из них были изношены как там разрушены разрушены богатый людей страдали богатый людей загинул это подобно а тогда это 17 назывался спитасские землетрясения то это было спитаке эпицентр эпицентр находился вид моего города кировокана теперь в надзор буквально кажется 10 13 километров недалеко рядом здесь 14 километра я не помню где-то так и там у нас было восемь километра 8 децибалов гюмрина и накануне было 9 децибалов а самом спитаке 10 вот такие страшно такое происходило и через это землетрясение как я уже говорил я опьянився в украине опьянився ровно я никогда не думал николе не разраховывал что я однажды окажутся украине че окажутся ровно но и так стало что жители складались а ситуация оставили на что я действительно опьянився здесь украине и бог дал мне полюбить украину украинскую мову украинцев и уже 36 дроки я живу украине 36 дроки живу украине бог дал за цей час я покаялся 93 муроце принял водных решения отдал объяснение скажите богу доброй совести и уже 31 реки до за господом я дякую что господ однажды навык через как говорится против и против воюющей стороны то есть азербайджанца люди на который наказал запах нашим противникам али бог положили его сердца однажды 90 казахами пришел ко мне домой и рассказал мне о боге я был очень удивлен я был очень удивлен потому что этот человек мусульманин и он меня армянину христианину который в мире привыкли христианство вдруг рассказывает мне о христе я могу говорить и принял нашу веру будет брат это не ваша вера это вера божья я сегодня проповедую веру божью и я благодарю что он вошел мое сердце и поменял меня и дал мне новое счет я знаете я вам скажу друзья что цена не здиву вала что мусульманин который у нас где война это 90-х годов и это люди на меня рассказывает про христа я не ожидал на меня было несподимано я сказал слухай я не могу разуметь а я так может быть ты мусульманин да вроде я был мусульманином а теперь я христианин теперь я дитя божия господь вошел мое сердце поменял меня життя знаете и пригласил он собрание я пошел слуха слова божия и это слова которые живы которые действующие которые меняет сердце людей это слово вошло в мое сердце он поменял мое життя и как у вас апостол павел когда мы читаем писание каже ими были мир и нас мертвых по преступлениям он оживотворился христа это слово божье оживотворил нас местами совершенно новыми людьми я благодарю господа что бог по мне конечно мне боль и чай жар богат и люди страдали али землетрясение стало поводом что я однажды опинился в украине однажды приехал сюда ровно и где бы я не ездил куда бы не ехал до меня ровно это родный город родное место я без ровно не может потому что тут тут моя семья и окружение церкви и все и я дякую что господь знаете люди на которые приходят господу люди на который стоит дитя божия он не может быть бойдужным он не может просто делать что ничего не происходит он что-то робит он что-то делает потому что у него свойственно потому что вы похоже ты свое творца потому что творит так созданно сидящий что мы должны действовать не сидит руки жаре ждать все что с неба упадет что-то нет не должен с него они должны рубить еще и тогда тогда может и упасть и когда мы будем действовать и господь и будет благословить и этому я горжу что это чудное дело божие что господь робит сегодня людей я вам скажу что друзья сегодня оставили на украины сегодня трех и схожие оставили не то что было у нас когда в армении землетрясения письте землетрясение землетрусу богато-богато людей они просто были эвакуированы по всему может к союзу тогдашнее время тогда за границу попадали редко не попадали закрыты были границы тогда советский союз железо железная завица там была и сегодня видите что стало с украиной украины мы сегодня живем вот так само знаете сатана через российскую армию через российский власть окружал нас нападал на нас рубит нам более горячей и сегодня столько украинцев слухайте по всему миру то если раньше вами по союзу а тут теперь по всему миру везде все двери открыли готовы были принять потому что люди убить люди не хочет умирать и не свое время бог не дает нам право умирать не свое время похоже что мы покаяли господа свое сердце жили с богом а не учитывая что зала ситуация такая складывается даже башка обставина и в итоге бери карту европы по всему миру до борьбы мэрицы канада астралия даже добиться я стали дужу богатого наших беженцев после войны и люди все раскидались и разбегались а очень важный стан стал сегодня друзья тому нам завершившись здесь те которые сегодня познали господа которые говорят что они христиане знаете что говорит мало называть мало будет епископом мало будет просвитером мало будет пастором служителем дьяконом сказать я верю бога это мало совсем считать что ничего тут есть другой аспект другая думка другая правота это життя наша жизнь наша мало ли что ты говоришь мало ли как ты представляешь себе кем ты стал и тому подобное вопрос не стоит об этом вопрос стоит другом яки плода приносим друзья вот весь вопрос заключается тому бог нас спас чуете бог нас спасает бог нам помогает буду дает нам шанс возможность за для того чтобы мы приносили добрые плоды и таки каждое люди на что дерево познается по плодам в армении когда у нас стало землетрясение трагедия это величезная трагедия она я вам скажу все армяне никто не говорит что они мусульмане они говорят всеми верим бога и когда я индивидуально беседую некоторыми людьми они деваются что как можно не пить как можно никуда как можно того не робиты а я же мужик я мужчина и тому подобное забываю что христианин не заключается тому что будь и мужчина не мужчина не в этом дело когда мы живем с господом когда христос живет в нас то меняет природа наша характер наш меняется жизнь меняется и мы становимся новой люди не потому что павел каждый кто во христе это новое творение зрели мне все прошло теперь все новое а сегодня слуха и здесь украина украина до набожна особо западная украина я помню так когда я приехал сюда у нас был огород то по воскресеньям мы ходили с братом копаться пать и нам попередили и казались что не можно воскресенье ходить копать и удивился говорю а почему нельзя почему не можно тоже воскресенье они мне объясняли соседка моя тетя таня объясняла казала ты явно ведь сегодня неделя неделя недели не можно делать я был удивлен ну как это не делать а когда через понедельник что работаю вторник а здесь пропитаны люди пропитаны как раз тем что люди знаю что не делают ли это божий день божий недели божий надо отдаст бога вы и господь дал таким чином знаете бог поменял мое сердце поменял мои думки и сегодня вы хочет менять и богачок людей что название не поможет как бы мы себе не назвали как бы мы себе не говорили не выдумывали там я не знаю что то там нет не проходит 6 3 поменять и папа ладам требуется папа ладам узнаете как же господ потому что дерево по-другому не можно познать по плодам ну как можно и что ты ботаник специалист далеко можешь побачить что за дерево а еще люди на просто так прошел мимо там он откуда знают что-то а потом когда плоды появляются то а вы поняли это это то это другое третье четвертое вот таким чином господь знаете меняет людей меняет жизнь людей и когда человек стоит действительно дитя божия уже проходит я благодарю бога друзья знаете я вам скажу когда я уверовал это я уверовал церковь святой троицы это было девяносто третьем уроке я принял водных решения и вы представляете я буквально начал проповедовать представьте буквально я начал проповедовать мне некоторые казали подожди еще жди али беку и богу что наш пастор виктор борискович и мависи духа божия он знал что не можно заглушить того что течет это живая вода который во мне я не можем молчать я начал ездить организовать тюрьмы больницы ходить там туда-сюда все время движение и я начал покаяться я начал проповедовать мне начали дали слово я начал проповедовать я начал рассказывать что со мной рубил господь и понимаете что это настолько было сильно я вот четыре года верующий вы представляете вот кто если сегодня слуха четыре года верующий чужая края казалось бы украина четыре года мову только не знаю я был четыре года верующий я начал выпускать украине мовную газету церкви святой троицы я начал выпускать газе церковную газету господь гриде и дякую богу что досы выходит уже без меня но выходит эта газета это было хорошее начало богата людей были издевованы некоторые казали ты же нормально не говоришь я и досы нормально не говорю ну а летой который во мне я не мог молчатый я начал действовать сегодня я выпускаю загнодержавную христианскую газету который выпускается по всей украине расповсюдживается по всему миру я дякую что господь дал знаете вопрос не стоит че знаю я мову не знаю вопрос не об этом вопрос стоит яку жизнью мы живем вот в чем весь вопрос если ты живешь господом тебе есть что сказать я что ты ведь живешь господом у тебя есть натхнение что срубите алия что ты просто так себе проводишь время а тебе то время не мата счета у него то еще что с ним а одним словом не хватает тебе время не хватает и же потому что же для мать желания не могу ли вести они не сходятся а как появляется желание может ли вы знаете что то робится господь дал я начал заняться газеты потом двух тысяч на пятом году открыл все украинские за надежды на христианскую газету видвага двух тысяч на десятом роце открыл благодейный фонд видвага бог начали действовать мы начали заняться нашлись единомышленники мы начали заняться и по мере си господня начали робите кормить и бездомных людей люди которые сегодня находятся на обочине жизни эти люди знаете они вы понимаете нужды немая национальности немая национальности нужды не нужды немая вероисповедания нужды нету там еще что там придумать сказать нужда это сама по себе говорит о том что вы нуждается потреби и не обязательно когда мы кормили мы не питали кто типа национальности как вероисповедание что люди не хочет есть и голодный хочет есть и абсолютно войдут же кто национальности его же люди как свойственно бог сотворил что человеку надо и кормить и он хочет есть он ничего не хочет а коллеги наився и тогда он еще слухает он готов выслухать тебе и и слухать и и начинает выставки робите вот так мы начали кормить людей и благодаря это служение друзья у нас народилась церковь церковь и двага церковь который благодаря этому служению мы начали действовать работать и трудиться и через этот труд появилась наша церковь что досы ясну и 13 уроке у нас были первые хрящины там принимали хрящины и бездомные и люди которые мали дома но они нуждались иисусе и господ благословили эти люди обратились оттягивались остановились и стали детьми божьими и они приняли иисуса они поверили то что мы прочитали это слово я дякую господу что господ не стоит на стороне тринадцатом уроке 23 серпня у нас народилась церковь и двага церковь и двага шестеро людей приняли хрящины дали обесяги и служите богу дорогие друзья земли не землетрясение не война ничто нас не должен отталкивать от господа но в таких ситуациях таких выпадках мы более и более приближаемся господу и нам хочется слухать и нам хочется принимать и жить с ним потому что он вчера сегодня веки той сами он сам говорит до нашего сердца боми чуете еще раз вводе внимательно слухать боми кто мы мы верующие боми его творение создание во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначен нам исполнять еще раз говорите ибо мы его творение божье творение созданы во христе иисусе то есть пока исправить иисусе свое сердце создание на добрые дела на добрые дела то есть у нас на и будто один нас последовательно на и будто одно действие добрые дела которые он предназначен нам не знать только я знаю я знаю но проблем мало знать исполнять чуете исполнять вот то что мы знаем это хорошо али богу надо чтобы миша исполняли то что мы знаем вы знаете сколько людей сегодня мое проблеме они еще не знали вот злоди пошел краде что-то да або убил человек або кровав они что не знали что за цена да они знали но они действовали противотележно действовали противозаконные в итоге несут наказание знание это хорошо надо и 3 матеса держаться на те знания и стараться не конуты воли божьим как я уже сказал начале 7 грудня сегодня день печали день скажу что не из памятный день али трагично памятный день потому что этот день загады людей загинули я пережил землетрясение когда панели расходится и бачишь как тресные панели когда расходится это страшно и и нога шевелится под ногой все шевелится и и панели расходится и думаешь шо рубите куда ты где его на третьем этаже втором или третьем этаже у одного начальника и мы оба смотрим друг друга и не знаем шо рубите потом была такая перерва такая пауза мы выскочили на улице потом на все второй толчок который разрушил что не стояла ревна дружим незалежно ведь обставине что нас оточие не знаю и запомните раз и назажды мы все станем пересудивших христов и кожен дозвитвует за свои дела добрый и худой если ты сегодня препятствуешь слова божия сегодня ты препятствуешь распространение евангелия сегодня ты препятствуешь проповедь евангелия знай ты будешь в аду сгореть и никаких выходов там понимаем это вечная погибель а сегодня шо моим рубит и поощрять и будем внимательно друг другу поощрять любви добрым делам подпитры мы ты тех людей которые трудятся которые стараются которые что сроблен во имя господне потому что бог избрал нас мы избраны божьи господь нас избрал каждому из нас тех спрашных верующих людей какие вкусы ли побольше гибла господь и таких людей надо и тримать и поддержать и я вчера слышал у нас онлайн служение проходит по скайпу и один из наших братьев пастор из германии брат эрот рассказывал что сын валдемар из канады приезжает украину немеччину и с братьями с миссией шпайера стефанус они берут целый фуру грузят всякие эти печи чья там называется печь да как вот по-другому называется заберите вас головы вот эти что дрова там печь ладно печь вот буржуйки о буржуйки называется буржуйка вот они понабирали буржуйки я не знаю что там все направили помощь едут луганске там донецкой область пометрием от этих людей потому что зима на зима на дворе отрывы подержать и можно легко сказать я верю в бога и сидит в канаде конечно можно и оказать финансовую помощь находясь в канаде так але еще лучше когда сам человек приезжает когда властными руками властными очами дивится бачит переживает и едет и рассказывает что робит господь некое деяние а цель чудо бога позже друзья цемилась господня это бог делает это бог меняет сердце людей это бог располагает сердце там ци люди богатых людей там неверующих на восходе богатых людей неверующих не так как у нас западной украине богатые люди далеко от господа но эти люди поверьте они бачившие эти деяния которые делаются которые они руку сложили сидят они они бачит что это человек приехал с канады показать помощь спрашивается я это просто потому что цель людей на знает господа потому что это человек осознал что он был мертвым по преступлениям али оживотворил господь его во христе иисусе и людина поменял свое життя он стал совсем другой другим человеком божьим человеком стал и он не может вот так сидеть и ждать конечно тебе будут и обзевать и всякие поганые сказать ну то что что может препятствовать нам от любви божьей хай говорят христа ваши взяли распяли а летит свое служение не должен залишить и должен петербург подержать и я благодарю бога дорогие друзья уже рик заканчивается скоро я думал об этом у меня отдельно выпускали я так скажу по ходу ладно как вы знаете может и не знаете я у меня есть семь точек где эта церковь и благо фонда когда мы раздаем хлеб пенсионерам оказываем маленькую петренку поддержку уже одиннадцать двенадцатый год пошел летом было одиннадцать уже двенадцатый год вы представляете эти люди чужие нам людей ну как чужие они некоторые я их не знал вообще а благодаря некоторых я знаю и мы стали близки по понедельникам семья ботно ли это сестра наталья брат михаил ботно ли и сиэтла сабурна благословляют нас кожный понедельник той сами здесь семья мисюкевича из карпиловки ракетянский район благословляют семья шаблевских василий ирина город обурн або василий федеральвей штат вашингтон это президент международной ассоцией карриш для нам помогают посылками для наших бездомных и всех людей которые оточат нас это люди которые начали действовать вам показать делом делом показать не словом да я знаю 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 немало я пометаю зубинку рубли я помню когда начал я это служение с бездомными один брат мне говорил лет десять назад у меня было такое делать у меня было желание такой я же раньше подумал как ты я говорю брат я тебе разумею но тоже разница все тому что ты только хотел а я действую еще на вся разница я хотел а ты ты хотел а я действую каждый четверг каждый четверг семья упалку брат владимир сестра наталья зрибну брат володя звери они благословляют по четвергам по пятницам семей олейников мой друг хороший юра и ирина олейников из джексон вилла флорида далекий помогают петри моют пасочники друзья мои которые печут смачный нам хлеб и по пятницам ирина борисович николаевич еще мне петри моют петри моют на раздачу хлеба по четвергам вермянские громады найры записывайте некоторые которые кажут злословлят вермянские громады найры благословляет вермянским лавашом людей которые приходят мне один человек просто так некрасиво выразился ну что получается украинцы жертвуют гроши а армянин кормит украинцев знаете я сказал надо тогда про самарянина вычеркнуть из библии чему иисус уточнил про самарянина почему он дал указание на жизни так бывает но не армянин кормит а бог кормит а ли дальше пятницу то и сами армянин другой армянин армянин миликян из еревана служит уже больше пив руку благослове жертвует кого силами мы раздаем хлеб пенсионерам армян и и квасилов это армении кафосилов это далеко но когда людина он вообще не принял водных решений мы случайно познакомились как бы сказать али бог расположен увидел это служение я тоже хочу хочу армянин у него у меня возможности потому что все дни заняты мне выходной еще надо ну настаивали как-то случилось что один брат как раз у него были обставлены он не мог дальше он а я грустил освободиться место и он охотно отключиться знаете когда ты делаешь добро ты должен поддержать не злословить не придумать что угодно знаете когда я раздаю так само бывает что проходящий мимо людей тоже злословлят недавно все про пятницу один человек нашу вид раздаем чего вы тут и возмущается слой какое твое дело раздаем не раздаем а ему жетона не хватило знаете почему потому что жетон я старший по точкам я им раздавал жетон и кажу кто приходит отдайте жетон соответственно количестве и чтобы человек долго не стоял знаете представляете допустим и купим 65 хлебов и люди настоит стоит и вдруг не хватает знаете как жалко сколько стоишь и друг не хватает что я придумал жетоны она раздающая жетон и все чисто шестую выбор что у нас уже не может он жетон и гарантия хлеба ему не досталось жетон и визу возмущает визу кто не проходит визу вас ловит нас я не знаю что робит ну а знаете я не буду за него отвечать на связь обязательно должен звонить кто-то даже не чужой твоя родная жена ничего она поймет меня что я читаю почему она во время собрания когда это прямая трансляция но у него фейсбука нема правда хорошо ладно оставим это все покой друзья я сегодня от как раз тарас цен вышел как раз сообщение мне висло что-то я скажу что я благодарю за таких братьев как тарас тарас цен это беженец не беженец как называть луганской области занятий луганской в этих краях не спасли служение и али после войны в плену в итоге оказался вернуться ровно ровность ровенщине я просто восхищаю благодарю бога за его натхнение чуете натхнение человек моющий ресурсы дай кучи бога благословляющий вен ездит по всему миру раздаи выпускает газеты там кто знал на каких мова еще он не выпускал и европе и киргизии там я не знаю сколько там много много мох которые он выпускает трудится ездит и робит круизе такие всякого рода и я дякую господи благослови божия воздай ему во сто крат божия беды его твоих руках а когда чуешь наговариваться глупости говорит суды петре мать и братья колес вы будете отвечать за не за то что мальта это погано не говорили за то что молчали даже за то что вы не не поощрили а препятствовали с вашими словами и тому подобное друзья мы призваны робите добру справа мы призваны благословлят им так роман пишет благословение господних вам санат игранович нехай господ благословит вас дуже дуже рясно и вашему жизни все будет прекрасно дякую роман и дякую за твое доброе сердце хай бог благословит вот так сказалось до сообщения вот сегодня в а это люди смотрят а вот один из них решил и не ленився целые речи не написал а поощрение с романом колес потрудились а я так понял что цитой роман склевана али как бы не было по просто и другом поощрять поощрять поднимать дух друг другу не к тому и призваны друзьями должны все рубите я бачил тут в славе чувай тоже брать ревностника и смотришь что джерпетровский то там той край той другой свете тот там то есть люди на ездить и трудится че это ездить и труд надо поощрять на будем внимательно не будь слепими не делай что не вижу нет господь нас осудит за цель что мы делали вид что мы не видим поощрять я не кажу я памятаю когда я выпускал церковную газету я работал с одним братом и я колю что выпускаю газету там церковную газету ты шо ты шо каже ты понимаешь что ты робишь и обличает меня почитывает отчитывает ты понимаешь надо иметь грамматику надо знать и что ты нормально не говоришь да ты все и весь раз меня отчитывал что я не я не зато взялся ты должен знать свое служение я не говорю брат ну ты можешь мне поощрять чине ты можешь за то что я армянин выпускал украинскую газету вас пошли вы улетите вас треба за ноги держать вы знаете сегодня таких батах бато держат за ногами уже поломали эти ноги слушайте отпускайте эти ноги не переживайте а как помрет человек пришел вешенность мы хвалим какой он был хороший брат а при жизни заедали так нельзя делать это не христианское поведение это не тому не по-божьему при жизни треба предпринимать и поддержать и что больше распространено слово божье как я уже прочитал потому что мы его творение создали во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять друзья это слово не написано колись не в жизни теперь зараз так что сегодня мы не будем исполнять а коли коли буду исполнять потом и мы не будем исполнять потом и нам не придется исполнять прежде жизни треба исполнять слова божие название нам не поможет как я уже сказал сегодня богато моих друзей в армяне они кажут мы христиан Мы христиане, да никто не спорит. Ну, когда дела выдрезняются от имя, ну, тогда начинают сомневаться. Христиане то, что да, армяне приняли христиане в 301-м роции, никто не спорит. Это державно, это доказательно, это, я не знаю, даже вопрос не стоит ни у кого, сомнения. Это историки об этом говорят, это все верно. Может, и тогда действительно это все выполнено в Слово Божие. Но вопрос стоит теперь. Если я говорю, я христианин, я наследник Христов, незалежно быть армянин, русский, украинский, белорусский, кто бы ни был, азербайджанец. Если люди не идут за Христом, по следам Его, действительно это христианин. Если люди не придут сказать, я лекарь, то никто не будет спорить. А когда вдруг понадобится лекарское вмешательство, и вдруг оказывается, что человек вообще далекий от ликования и тому подобное, врачевства, медицины, то просто тебе не стыдно слухать. Ты сказал, что ты лекарь, а в итоге, дивись, ты такие робишь. Ты даже не знаешь, как взять ланцет, пинцет и тому подобное. Чего ты нас дуришь, а мы рассчитываем, человек умирает, а теперь где найти лекаря? А мы думали, что ты е. Вот так бывает в жизни. Говорят, что мы христиане, а потом такие нароблят. Я пастор, я служитель, я епископ, а потом иногда подиваешься, дивуешься, думаешь. Недавно мне одна сестра сказала, что кто-то соблазнился, подивився на братьев и соблазнился. Сказал, что все, не приду я собранию до сюда. Я сказал, она говорит мне, я сказал, что надо приходить, ты не дивись на людей, дивись на Христа. Ну, она закинчила, я сказал, сестра, дивиться. С одной стороны, вы правы. Действительно, нам требует дивиться на Христа. Да и аминь. Даже вопросов нет. Нам требует смотреть. А вы скажите, а где Христос? О, где? Хочу дивиться на Христа. Где он? Он может быть в нас, в людей. Если я говорю, что я христианин, то Христос живет во мне. И люди, бачивающие меня, мают бачить и Христа. Если она соблазна на людей, то людям требует покаяться. Эти люди должны пересмотреть свое життя. Они называли себя служителем, епископом, христианином, верующим и тому подобное. А остальные люди видели и ничего, никого не видели там. А мы скажем на Христа, а Христос, где? Где я Христа подивлю? Ну, покажи, где Христос? Нема тут Христа. Христос в нас. И тому мы можем показать внутри себя Иисуса. Как? Нашей жизнью. Потому что мы можем жить вечно во Христе Иисусе. И этот Христос вселился в наше сердце и живет в нас. Мы не можем показывать где-то девиз на Христа. Неверующая людина пришел до Иисуса, пришел в собрание и где он найдет Иисуса? В нас. Поэтому, друзья, Павел не выпадковал, кто во Христе, это новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Новое творение. Тремаемся за Господом. Живем мы с Господом. Служим мы Господу. И Бог обильно благословит нас, друзья. Добрый, я не хотел так долго, у нас получилось уже 20 минут скоро. Потому что сегодня, я нагадаю, что 7-го грудня, день землетрясения, землетрясения в Вермении, как я уже вначале сказал, уже 25 тысяч людей загинули. Просто, знаете, кто-то зашел в лекарню, кто-то проведал в больнице, кто-то в магазин. На минутку зашел. Кто куда-то зашел, это был последний раз. И больше не вертался. У моей сестры, двоюродной сестры, роды почались. Его вертолётом бегом везли в другой город, чтобы из Ленинакана она родила. Потому что как раз в это время у неё схватки почались. То есть, богато людей страждали. Я сам из города Ванадзора, Кировакана. Впоследствии чего я пенился ровно. Уже 36 роков, я живу ровно. Ровно, как я уже сказал, для меня стал близким, родным. Украина стала для меня место жительства. Бог дал мне полюбить Украину. Как я уже сказал, украинцы в украинскую мову. Я дуже люблю украинскую мову, мне подобится. С самого начала я приехал, я включил радио и слухал целый день, как они там говорят, и мне дуже-дуже подобится. И меня никто не принуждал, никто меня заставлял. Я просто полюбил и все. Я люблю, вот девчину любит человек. Как кто-то ему говорит, люби? Не, я просто хочу полюбить. Так само мне дуже подобится украинская мова. Дуже подобится. Мне в армянской мове подобится украинская мова. И богато. Я, я, загали, мне подобится говорить и на разных мовах. И Бог, Христиан, и Духом Святым, я и говорю разные мовы. Я могу по-молдавски сказать «Слава домнули», по-голгоусски сказать «Аля шокур», по-забельзински сказать «Аля шокур». Там, ну, по-разному, с каждого народа одно слово, два слова могу сказать. И это мне дуже приятно. Хорошо, друзья, хай Бог благословит. Я, мой шеф, перед Новым годом, такое-то короткое выступление, поддякаю всех нашим спонсорам, которые поддерживают за хлеб. По хлеб, хай Бог благословит и вас достает. Вот. Широ-широ дякую вам. Это был час служения нашей церкви, скажу. И я буду с вами с самого Косям, пастор Церкви Ведвага, президент Международной Ассоциации Ведвага, фонд Ведвага. Да поможем всем вам Бог. Благодарю вам, дякую вам, люблю вас. Самое наикрашивое, с миром Божиим. Хай Бог благословит. Аминь. Хай Бог благословит.